С вами Алексей Ницца и сегодня расскажу о том, как надёжно зашифровать файлы с помощью Minilog. И это буквально всего за несколько кликов. Minilog – это приложение для браузера Chrome, которое также работает в офлайн-режиме, когда нет доступа к интернету. Для начала необходимо установить это приложение, после чего оно появится в списке приложений браузера по адресу chrome.apps. Minilog использует один из самых простых методов шифрования данных. Для этого необходимо ввести свой адрес электронной почты, который будет использоваться для создания уникального 44-символьного Minilog идентификатора. Также нужно придумать кодовую фразу, которая будет надёжнее, чем обычный пароль, либо Minilog предложит свои варианты. Важно запомнить эту фразу или сохранить в надёжном месте. Далее можно загрузить файл, который нужно зашифровать. Можно изменить имя файла на случайную. Теперь необходимо прописать Minilog идентификатор получателя, чтобы он смог расшифровать файл. То есть расшифровать смогут только те пользователи, которые уже установили Minilog. Как видно, можно указать сразу несколько идентификаторов, чтобы несколько людей смогли иметь доступ к файлу, например, ваши коллеги. После того, как файл зашифрован, его можно скачать на компьютер и отправить адресату. Это можно сделать, например, через электронную почту. Итак, я отправляю зашифрованный файл человеку, чей идентификатор я прописал ранее, чтобы у него был доступ к расшифровке файла. Человек получил мой мейл и скачивает файл, после чего открывает свой Minilog и загружает этот файл. Буквально мгновенно файл расшифровывается, и его можно скачать. Человек открывает файл и видит ту картинку, которую я и зашифровал. Таким образом, Minilog является простым инструментом для шифрования вашей информации, доступ к которой будет только у проверенных людей. Можно также использовать Minilog для шифрования локальных файлов для себя, чтобы хранить их в безопасном виде. Приложение также удобно тем, что доступ к своему Minilog-идентификатору вы сможете получить на любом компьютере с браузером Chrome, введя свою электронную почту и кодовую фразу, что делает процесс шифрования более универсальным. Продолжение следует...